В ноябре годовая инфляция в Башкортостане увеличилась до 6,9% после 5,8% месяцем ранее. В Нацбанке связали ускорение с ростом издержек производителей и поставщиков, а также высокой потребительской активностью. В частности, продолжили расти издержки птицеводческих хозяйств и организации перенесли их в цены из-за повышенного спроса. В результате ускорился годовой рост цен на яйца и мясо птицы. Из-за подорожания большинства продуктов питания выросли расходы организации общепита и, как следствие, стоимость готового блюда в кафе и ресторанах. Сохраняющийся высокий спрос подогревал рост цен на новые отечественные автомобили и отдельную мебель. Экономисты отмечают, что помимо роста издержек производителей и высокого спроса на отдельные виды товаров, на инфляцию влияют еще два важных фактора. Надо не забывать, что до сих пор с определенным временем лагом перекладываются текущие цены товаров, резкое падение курса рубля, которое было в первой половине этого года. Ну и четвертый фактор, о котором меньше говорят, это продолжающийся резкий рост денежной массы, как с широким значением, так и в измерении агрегата М2. За год денежная масса вышла примерно на 20-25%, то есть опережающая по отношению к инфляции темпами. По данным Нацбанка, ускорилось также годовое удорожание аренды квартир. Из-за изменения условий по ипотеке и подорожавшей недвижимости, часть жителей республики были вынуждены отложить покупку квартиры, что привело к росту спроса на съемное жилье. В Приволжском федеральном округе и в среднем по России годовая инфляция сложилась выше, чем в Башкортостане – 7,2% и 5,5% соответственно. По прогнозу Банка России, в целом по стране ужесточение денежно-кредитной политики приведет к замедлению роста цен.